Обязательно трамбуем крайние части мешка, именно край. Залезаем на ринг, и с верхней части один человек держит внизу мешок, вот верхнюю часть мешка он будет держать, второй насыпает, а третий вот так вот трамбовывает. Вот, честно говоря, лучше доверьтесь это профессионалам, но если вы хотите попробовать сэкономить, или мое видео вам поможет, буду только рад. Сегодняшняя тема нашего видео это как забить в домашних условиях боксерский мешок. Я смогу вам предоставить информацию, при которой вы можете сэкономить очень большие деньги, но при одном единственном условии, что вы будете соблюдать инструкцию, которую я вам сейчас на данный момент в течение этого всего видео предоставлю. Очень много нюансов, которые способствуют на то качество мешка, которое вы забьете. Бывают мешки жесткие, бывают мешки мягкие, бывают мешки, которые проседают, бывают мешки, которые очень легкие и летают вправо-влево. Мы профессионалы своего дела. И работая в спортивном бойцовском клубе, нашем клубе бойцовском Демире, ссылочку я оставлю внизу в описании под этим видео. Как вы видите сами, у нас огромнейшее количество мешков боксерских, которые мы не то что тестируем, не то что можем просто рассказать, мы каждый день боксируем. И еще раз хочу вам напомнить, что мы находимся в спортивном бойцовском клубе Демире, ссылку я оставлю внизу в описании под этим видео. Приходите в наш зал, тренируйтесь. Ну а мы продолжаем видео, как правильно забить боксерский мешок в домашних условиях. Смотрите это видео до конца, не пожалеете. Ну что, начинаем основной процесс, именно показывать вам, как утрамбовать боксерский мешок. У нас есть специальные, как говорится, приборы и вещи, которыми можно воспользоваться при трамбовании. Но в первую очередь мы сейчас вам покажем, у нас уже мешок бушный, который прослужил у нас приблизительно около 10 лет. Мы его разрезали пополам специально и покажем, чем он был утрамбован. Это не лучшая набивка, потому что на данный момент вот это вот обрезки кожи, они очень плотные. Смотрите внимательно, видите, я достаю слоями. Вот именно то, что я вам хочу доказать. Слоями, видите, слой. Раз, вот. А потом опять пошло, опять слой. Ну, вам-то не совсем там видно, но реально, вот видишь, видишь, кучками. Слоями, как шайбами такими. В первую очередь, для того, чтобы профессионально затрамбовать мешок, вы должны взять специальные подручные вещества. Это не кулаком трамбовать, это не ногой трамбовать. Это нужно трамбовать специальным то ли палкой, то ли лучше всего металлической трубой и тяжелой трубой, чтобы меньше было нагрузки на ваши руки, чтобы лучше была трамбовочка. В каком смысле? Вот эта палка, она не для того, чтобы хорошо трамбовать. Дело в том, что поверхность трамбующей бревна должна быть круглая и тонкая. Потому что, когда вы будете сюда насыпать и трамбовать, вот чем шире поверхность трамбовки, тем меньше и хуже она трамбуется. Для того, чтобы хорошо утрамбовать, нужно брать металлический предмет. Вот он, штырь. Он тяжелый, приблизительно килограмма 3, а то и 5, наверное, весит. Вам не нужно слишком сильно вдалбивать вниз. Он сам делает свои вещи, утрамбовывает под нагрузкой. Вы просто поднимаете и придаете усилие для того, чтобы посильнее, поплотнее лупануть. Если вы возьмете палку, ну, приблизительно такого же диаметра, то палка будет легкая и вы задолубаетесь. Реально будет очень тяжело. И еще раз напоминаю, что лучше всего это металлический штырь. Он может быть больше, он может быть поширше. Этот плод приблизительно у нас 3 сантиметра. Можно 5 сантиметров, 6-7 сантиметров. Не сильно принципиально. Дальше, что нужно для того, чтобы хорошенечко утрамбовать? Какой материал? Буду говорить, да или нет. Вот это кофта. Смотрите, видите, кучка вот такая собирается. Вот, видите? Вот. Это не совсем хорошо. Потому что для того, чтобы хорошо утрамбовать, должна быть нарезка ткани. Ветошь. Вот такие же вот нарезки, вот такие же нарезки. Только могут быть то ли кожаные, но они тяжелые будут. То ли ветошь. Где взять эту ветошь? Это не дома ножницами резать. Это вы должны заехать в ателье. Любое ателье. Там, где отходы, остатки материалов выбрасывают. И вы забираете эту ветошь и утрамбовываете. Потому что она должна быть максимально компактной, максимально плотной. Но вот эта тряпка, чем ширше вот эта кучка, тем будет легче ваш мешок. И тем хуже вы затрамбуете ее. Я вас уверяю, мы натрамбовали уже сотни мешков. Не я лично, а мои спортсмены и мои сотрудники. Да, честно говоря, врать не буду. Я лично трамбовал боксерские мешки. Врать не буду. Некоторые могут сунуть и куртку, типа быстрее, либо шубу, либо пальто. Это еще хуже будет. Это будет как тот черный мешок, очень легкий, для детей хорошо. А для взрослых будет плохо. Он будет летать влево-вправо. Чем легче мешок, тем больше у него парусность. Нельзя куртку для того, чтобы хорошенечко утрамбовать. Да, есть варианты, можно даже всунуть и обувь. Мы всовывали там и боксерские перчатки, и отходы понакидывать для того, чтобы быстрее утрамбовать. Вот это говно как таковое, оно вообще-то не нужно. Можно использовать в трамбовке боксерского мешка. Но я вам не рекомендую. Опять же, будет большое пространство внутри мешка, пустое и легкое, что будет просто давать парусность мешку. Если вам нужен хороший мешок, он как те, синие, которые стоят на месте, и можно наносить удары, и они не шатаются влево-вправо, но и не травмируют руку, то нельзя запихивать ни куртки, ни майки, ни перчатки, ни обувь, ничего. Кстати, по поводу боксерского мешка. Если вам нужен хороший, очень хороший боксерский мешок, я имею в виду про вот эту модель, которую мы только что демонстрировали, рекламировали в нашем видеоролике, то эти боксерские мешки находятся в нашем спортивном магазине. Магазин bigsport.by. Ссылку на магазин и конкретно на этот боксерский мешок я оставлю внизу в описании под этим видео. Так что переходим вот сюда вниз, в низнюю часть в описании, и там у нас ссылочка, переходим на сайт bigsport.by и приобретаем мешок. Самый лучший. Это шутка, но и не шутка. Можно засунуть все, что угодно в боксерский мешок. Когда вы засунуете в боксерский мешок, например, магнитофон, да, можно засунуть в банку пустую, то утрамбовывать надо мешок ветошью вокруг этого магнитофона. Вот берете вот так вот тряпочки сбоку, по всему периметру, слева и справа, вот так вот, ну, которые насыпете ветош. И у нас вот утрам будет шик-шик-шик-шик. И все, можно боксировать, нет проблем использовать. Но опять же, есть очень большая проблема. Какая проблема? Столкнулись мы с такой ситуацией. Значит, один из кто-то хитроумных, жопных закинул даже гантели в мешок боксерских. И потом получилось так, что наши спортсмены наносят удары по мешку, а эта гантель с центральной части со временем, с годами, через 2-3 года сместилась в крайнюю часть, там, где заканчивается мешок. И удары начали руками и ногами наносить по мешку и бить в железяку. Ни в коем случае металлические предметы не засовываете именно в мешок. Далее. Одна из самых лучших утяжелителей, бывают мочки, например, легкие, и для того, чтобы утяжелить мешок, чтобы он не сильно болтался, если у вас там, например, тряпки, все-таки других не найдете, вот такие будут, вот, вы можете, получается, смотрите внимательно, вот утяжелители, вот, они не нужны нам, для ног утяжелители. Вы можете точно так же сделать просто, как делают некоторые спортивные магазины, это, точнее, спортивный магазин Биг Спорт, вы можете в мешок, простой, матерчатый, насыпать песка, он будет как утяжелитель. Вы, иди сюда, смотрите, берете утяжелители, складываете вот сюда, в центр, в центр мешка, именно в центр, закидываете вот сюда, вот, тряпки, по краям, вот сюда, по краям, или, например, так, как я, который говорил, ветошь, по краям, и утрамбовываете, по краям трамбуете. Получается, тяжелые предметы, которые находятся здесь посередине, они дают хорошую нагрузку, для того, чтобы мешок сильно не раскачивался. Вот, далее. Можно использовать, если у вас завалялись, медболы, медицинболы, мячи ненужные, точно, но также в центральную часть накладываем, и сбоку засыпаем, и утрамбовываем именно ветошь. Все, переходим к самому интересному, к самому главному. Что мы с вами делаем? Смотрите внимательно. Достаем, во-первых, тряпки ненужные, и как идет трамбовка. Видите? Вот. Иди дальше. Видите? Оно вот такое вот, вся развалистая, можно сказать, пышная. Вот из этой кучи мы должны сделать в пять раз меньше объем, сжать. Ну, не в пять или в три в зависимости. Мы насыпаем просто ветошь. Вот. Мы берем ветошь, насыпаем, просто насыпаем, распрямляем полностью. Берем, берем, можно так кормить? Берем штырь металлический и начинаем по всему периметру этого мешка утрамбовывать. Обязательно трамбуем крайние части мешка, именно край. Самая основная нагрузка должна быть по краю. По краю. Обязательно, конечно же, и центральная часть, но если вы будете трамбовать только центр, по краям у вас будет сильно все пышное и болтаться. Так что надо идти по краю мешка, по периметру всему мешка, медленно, не спеша, утрамбовывая каждый сантиметр. Точно так же и центральная часть. Все. У нас здесь образовалась определенная подушка, которая, как я говорил, шайба утрамбованная. Далее берем опять следующую партию наших обрезков, вот ветошь, утрамбовываем. Все зависит от количества, от объема боксерского мешка. Накладываем. И опять идем по той же самой методике. Пару раз в центральную часть и погнали по краю. Набиваем, сбиваем, утрамбовываем. Видите, оно проседает, потихонечку проседает. На процентов 50, как минимум, оно дает в нижнюю часть просадки. Вот. Вот таким способом, вот по краюшку, по краюшку, по краюшку, по краюшку. Никуда не спешим. Для того, чтобы хорошо и профессионально тренироваться, надо хорошенечко сделать, приготовить себе боксерский мешок. Потому что второго раза набить у вас не будет такой хорошей возможности. Значит, ребята, вот такая методика должна быть по всему мешку. По всему мешку. Если у вас мешок метр восемьдесят, или мешок, например, метровый, от этого зависит, какой предмет длины палка должна быть у вас. Мы берем даже двухметровые палки, для того, чтобы сверху вот так вот утрамбовывать. Нам приходится ставить мешок вот на этой нижней части, вон внизу. залазить на ринг и с верхней части один человек держит внизу мешок, вот верхнюю часть мешки он будет держать, второй насыпает, а третий вот так вот утрамбовывает. Вот так вот. Большие, высокие мешки утрамбовываются именно с высоты. Один человек все это это почти нереально. Вот. И еще такая ситуация. И в завершении этом видео я вам скажу про сам чехол боксерского мешка. Где вы его возьмете, я не знаю. Но имейте ввиду, что если у вас есть возможность в частном секторе или в каких-нибудь других условиях, конечно же, это не в квартире, но могут и некоторые в квартире, конечно, такие вещи замутить. Если у вас есть возможность доставить ветошь, у вас есть возможность сверху, как говорится, утрамбовывать, у вас есть возможность приобрести вот такой вот боксерский мешок из тентового покрытия, то вы можете сделать честно говоря, вы до хрена не сэкономите. Реально. потому что соотношение стоимости вот этого самого мешка, мешковины, где вы ее купите и за сколько вы ее купите, соотношение за сколько вы купите ветошь или она вам бесплатно достанется, и стоимость самого цельного мешка в домашних условиях забить будет то ли минимальная разница, то ли вообще по нуля вы выйдете. Вот. Честно говоря, лучше доверьтесь это профессионалам. Но если вы хотите попробовать сэкономить или в моем виде вам поможет, буду только рад. В комментариях, ребята, пишите любые вопросы, задавайте любые вопросы, я вам предоставлю любую соответствующую информацию. Ну а если вы решите приобрести хороший, качественный, нашими спортсменами забитый боксерский мешок, ссылка находится в описании под этим видео. Спортивный магазин BigSport ждет вас. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео с вашими друзьями для того, чтобы они сэкономили свои бабки и остались довольны. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok